Баба, ну расскажи, как ты жила, как прожила? Жили мы в колхозе. Отец у нас, в семье у нас было пятеро детей. Отца у нас, он в колхоз не зашел, они его забрали. Мама осталась с нами. А сколько детей было? Пятеро нас. Голодовка была одна, Нина, сестренка, умерла с голода. Нас осталось четверо. Работали, ну тут стали уже большие, стали маме уже помогать. Я работала на ферме. Двенадцать лет я дояркой была. Потом я у комбайна, с совом на хвосте была, работала. Без выходных. И решила я сбежать оттуда, с колхоза. У меня это брат, у брата был пасть по там столу, товарищ. Он мне трех этих, да, набор был у нас трактористом. Ну как раз, это, год мой не шел. А я взяла этот год, убрала, а написала, это, чтобы попасть мне, это, учиться на тракториста. И мне тут паспорт дали трехмесячный. Вот. И я тут тогда, это, сбежала, вообще уехала уже в Чемкент. Тут я уже, потом мне возврат хотели. Я сбежала же, а беденцев, это, чтобы обратно вернуть их. Ну, через полгода я вышла замуж. А раз вышла я замуж, и все, я уже тут осталась. Ну, и все осталось, так, тут уже работы. Тут уже дети посыпались. Это, это, муж работал, это, на каракуле меня туда, и я там работала. Потом он умер у меня в 69-м году. Было мне тяжело. Ну, мне очень, это, этот, каракуль помогал, завод. Очень помогал. Эти учились дети. Школа их одевала, обувала. Мне было, это, господь помогал. Ну, мама нас, к Вере туда, это страх у нас был божий. А когда я уже мужа похоронила, тут-то я уже освободилась. Я стала свободной, я стала уже в храм ходить. Ходила каждый день, каждый день, то есть и каждое воскресенье, праздники. И вот это вот, что у меня вот, это, когда я работала, а надо в субботу на завеченье попасть. И я находила причину какую-то. И я всегда за вечернюю убегала. А этот план я старалась обедней, обедней, это, работать, и план я нагоняла. На мне все так, все глаза, почему только плотненькую всегда отпускают ее. Все ей причина. Это все божий промысл, все господь мне. Вот тут я силу это поняла, что господь есть. И как он мне помогал. Я два часа работала на двух ставках, а два часа я спала только это. А все, выписку делала, читала, выписку делала. Вот тут ты мне вот даже вот, говорю, вот как, господь помогал мне это. Ну и что, и все-таки это. А что ты выписывала? А? Что выписывала? А что, что, читаю в книгах? А что, полезное? Я это все выписываю, все это, все это делала. В общем, с Богом очень было, мне хорошо. А это, ну тут, дочку похоронила, правда, еще это уехала, на это учиться в Херсон. Это старшую дочь похоронила? Вместе с Володей старшей, а за Володей это Зиночку. Зиночку похоронила, а опять все, слава Богу, только я, это, Богом это, все церковь, церковь меня. Если бы тут мужа похоронила, свекровь похоронила, маму, это, взяла я двух бабок, свекровь и маму, да. И вот все, я думала, что я, это, ну, царь-то Божий, говорю, это, приобрету. Ну, там один у нас был этот, прозорливый старец Александра. И вот это, твой Дуся у меня была, жила, она это, я говорю, твой Дуся, дай ему вот это, сколько-то я денег даю ему, это, да. И скажи ему, что вот я хочу, маму еще, свекровь у меня еще, маму хочу взять для спасения души. Это она приходит к этому старецу и говорит, подает деньги, а он прям мне говорит, это Серафимушка дала, ага. Я, говорит, это же твое имя не сказала. А он, говорит, Серафимушка дала, да. И она сказала вот так, вот так. Он, говорит, ничего не сказал, а усмехнулся. Потому что я не поняла, что надо терпение. Я думала, что я сварю лишнюю тарелку, их буду кормить. Оказывается, с ними надо было терпение. А мне ее не было терпение-то. И вот он на это усмехнулся. А было трудно? А? Ну, конечно, трудно. Мама же, это, как у нее старец уже, это, сколероз. Вот она очки спрятала за ковер, а с меня требовала. Дай мои очки, и ты взяла. Я у нее все перевернула, все это, и очков нет. Я говорю, мам, я не брала. А видите как, вот тут надо было терпение, а мне нет. Когда я маму похоронила, все утаскивала, вот тут в ковру я нашла эти очки. В общем, тяжело было, конечно. Те, ну, надо терпеть, но Господь все-таки это, падала, конечно. Своим языком все это старое, нет. И тут свекровь еще вот эта похоронила. Ну, в общем, тяжело было, но Господь все помогал. Все помогал. Вот свекровь у меня еще. Она вот уйдет во храм. Или это, уйдет во храм. А два дня ее нету. А я же переживаю. Да, ее нету. А у нее дочка в леньгере была. Другой раз вот она мне уже, думаю, и дай я ее туда отвезу. Думаю, облегчение. Вот знаете, увезу я ее туда, а я не находила покоя. Меня тянуло опять ее забрать. Она меня когда провожает, она ревет, плачет. Она не хочет. И доченька пила. И сядь этот пил. Вот двое детей у них. Она там помогала им. Ну и ей было тяжело. И она уйдет, ее нету. Один раз еду я в автобусе и только вижу дорожку, моя свекровь идет. А я так обрадовалась, наша находка пропажена ходит. Говорю, водитель, водитель, останови, останови. Я говорю, вот он остановил, я выбежала ее. И знаете, вот у того мне было прям ее жалко. Так забили ее в автобусе, ее все обчистил. Вот это вот мне была тоже радость. А потом она опять уйдет, мне тяжело ее. Ну что еще это? Ну а в церкви кем ты работала? А потом уже болезнь у меня. Стала я уже болеть. Я работала на каракуле. А уже стало, у меня рабочих дней набиралось уже два месяца в году. Меня уже отправили на инвалидность. Вот когда мне на инвалидность отправили, вот тут-то я уже стала во храм почти каждый день. Каждый день-то на службе, церковь не работала. Мне уже стали тут, про свирни я стала работать. А в собор я, в собор у меня пешочком я любила ходить туда. Не на автобусе. Это километра два, наверное. Тут почти как вот до этого, до разъезда. Это в Чемкенте, да? Это уже в Чемкенте, да. И вот тут-то я уже стала в собор ходить. А в своей церкви я пекла. Ну, конечно, я все по благословению батюшке ходила. Другой раз мне хочется в собор пойти, в воскресную службу. Я им просить расставлю все, сколько им там надо, а сама уйдет. И вот батюшка мне скажет, а что тебя тянет туда, почему ты так туда идешь? А я говорю, батюшка, мне там нравится. Батюшка там, он и поучает, и обличает. Вот так. А мне, говорю, это нравится. А он говорит, да я боюсь. А я говорю, значит, а я вот не боялась, ему, возьми, скажу, я говорю, значит, ты народу служишь. Он говорит, скажешь, будешь обличать, люди не ходят. А я говорю, да вот ты вот, значит, народу боишься, а надо Богу бояться. Бывает, и так вот, и сказанешь, и батюшки так вот. Ну, в общем, а потом вот уже, когда остались мы с Володей вдвоем, тут уже мы стали, это, и нас с Димой сюда, в Потеряевку. Да, в Корчино сначала. В Корчино приехали мы. Конечно, там уже было боязни. Этот, пришел ко мне, милиционер, как его, участковый. Он знал, что тут новеньких будут беспокоить. И он мне говорит, если будут беспокоить, обратись ко мне. Да, да. И вот тут один у нас там был, это, беспокоил, беспокоил. Это, пришел один раз и говорит, бензин принес. Твой сын заказал, вот давай деньги. А я говорю, я не знаю. Давай, он заказал, а теперь как, и Володи не было. Ну, я ему взяла, 20 рублей надо, а я набрала 16. Говорю, больше у меня нету. И они ушли. Ушли, а потом я взяла, это, к участковому, вот, объявила ему, сказала, что так вот. Ну, и он потом, это, пришел ко мне и говорит, в чем дело. Я ей рассказала, вот так вот так. А он говорит, теперь, ты, говорит, будешь спокойно. Я пойду с ними расплавлюсь. И вот тут действительно все было мне спокойно. И вот когда мы, это, уезжали оттуда, с этого, Потеряевку, некоторые даже люди, это, Нина Попова, даже плакала. Они меня уважали там, в Корчиной. Теперь, мы, говорит, не услышим ни от кого, слава Божия. Теперь им было тяжело. Церкви там не было. А где умрет, покойник, меня зовут туда, все это. И это, в общем, а потом вот приехали, Потеряевку. Потеряевки, конечно, там уже не выйдешь ночного бдения на моленье, не выйдешь страшно. Мы жили на таком месте, что там машина туда-сюда, туда-сюда. Было страшновато там. А здесь, конечно, тяжеловато, конечно, с магазином нету, больницы нету. А так, церковь, да, вот все я просила Господа Бога. Говорю, дай мне, Господи, это, чтобы там быть, чтобы церковь рядом была, чтобы я в окошечку копы увидела церковь. Церковь, представьте себе. Вот это вот, оно у меня все сбылось. Все сбылось. Ну, что, благодаря Господу Богу, конечно. Ну, вот, стоя тут вот, в Порщине я была, я в Мамонтов ездила, в Кеменцию ездила. Все где не так, все получала, все. А здесь вот я сижу тут, мне никуда не выход. Я, как сказать можно, я, что, ну, в клетке сижу. Ты что, там, ну, по-боже, и все хорошо, ну, для меня... Говорят, у Христа за пазухой. Да, да. Ну, вот, вот, вот только и всего, только вот с Богом у меня, вот, собеседа, вот все и все, и в церковь. Баба Серафима, вот такой вопрос. А когда Вы первый раз ощутили помощь Божию, близость Его? А когда мужа похоронила? Когда мужа похоронила? Когда я стала свободная, вот. Я стала уже, я же говорю, я уже стала уже, это, во храм ходить вот туда, да. И если вот не церковь, конечно-то, мужа похоронила, свекровь, мама похоронила. И вот дочку, когда я похоронила, вот тут-то я нашла Господа Бога. Если бы я не нашла Господа Бога, я бы, наверное, это... Не выдержала бы таких степантов. Но вот тут вот это... А все было мне. Мне искушение очень большое было. Меня они искушали. И вот один раз я пришла, это, отступница, я отступила один раз. Пришла я из церкви. И, это, вечернюю помолилась я, еще не домолилась я. И вот знаете, и вот как на меня вот вроде как мне хочет душить. Вы знаете, они уже вошли во мне. И я как закричу, ангел-хранитель мой, спаси меня. И вот тут-то мне, как чешуя с меня сошла. И вовсе стали глазами по стенке мне вот, все, все стены ходят туда-сюда. Вот тут-то было страшно мне. И я не могла в комнате быть. Я взяла, ушла, это, к детям в спальню. Вот. А я тут еще работала. Да. И вот знаете, какая у меня была здесь тоска. Это просто эти, они вошли, наверное, все, а у меня всегда лампатик горел. Я ухожу на работу, я зажигаю. Прихожу, у меня всегда лампатик, и при лампатике я всегда читала все это. Да. А потом я уже не могу. Я забегаю в свою спальню, скорее зажгу лампатик и выбегаю. Ну, хорошо, что у меня была мать духовная. И я все это, все ей, это, вот это вот свои все проблемы ей рассказывала. Она говорит, тебе Господь, говорит, попытал. Да. Вот так что, говорит, это. Я говорю, я уже не могу сейчас в спальню зайти себе. На работе я работаю, мне как вспомнил домой идти. Мне до того была тоска, мне не хотелось было. Вот как они меня уже все объяли. Вот я, видите, это. Вот, и потом она мне говорит, ты делай так, остановись на моление, говорит, вот, огради себя, говорит, этими, как его, ладаном, говорит. Вот, и вот, знаете, вот так вот. И слушал молитву, кругом говорит, и Господи Иисус, Тебе, Сыне Божий, помимо, вот так вот, вот я все обружу и остановюсь читать. Вот тут только я вот это почувствовала, что мне вот это, зашла в свою спальню, но вот временами опять мне такой страх был, страх был у меня вот греховный. Конечно, Господь меня попытал. Все, ложусь спать, кругом я, это, ладаном, вот это все это. И я это целую неделю, вот так вот я мучилась дома. И все-таки я вот, по милости Божьей, лежу уже я, да, закрыла глаза, перед мной стоит такое страшилище, как в виде китайца страшный, говорит, приочистилась. Вот с этих пор я уже стала свободная. Стала молиться уже без всякого ладана, все. А было со мной все это, только не дай Бог, кому все-таки, вот, а тут придется. Это только не отступать, нужно оружие брать и пост на себя накладывать, и вот тогда только ты его победишь. А что мне было все это? Два раза я засыпала, мне Господь открывал все это, в дыму лежало, и все, Господь меня хранил. Что еще надо? Вот эта история, вот что я, как вот, когда я про свежечки-то, вот эта история, это живая история. Расскажи. А? Расскажи. Рассказать, она длинноватая. Ну, расскажи. Вот, это, пекла я просверы. Под Варвару мученицу было. У меня две выпечки я делала, да. Одну выпечку. Ранее, говорит, завтракать, я никогда рано не завтракала. То, что я вычислила, ранее завтракать, отложить. Если хочешь встать на первую ступеню. И вот, ранее завтрак я никогда не делала. И вот я вот замесила это тесто на просверочку. Можно было бы еще это, уже покушать. Время мне есть. Но рано. Я отложила, начала, я в чтении читаю. Почитала, гляжу уже, это, у меня тесто уже подошло. А тут можно кушать, а уже все. Когда кушать, не ешь, не пьешь, то просто же не жбешь. А так будешь жечь. И я это все вытерпела. По милости Божьей. Эту разделку делаю. Вторую выпечку поставила. Потому что там у нас это, и по 500, и по 1000 у меня это, просверо это. Что я как возьмуся, так уже пеку, пеку, пеку. Да, к праздникам каким. Вот под Варвару моченица самая. И вот я это, вторую выпечку поставила. Эту закончила я это. А не ела, не пыла, а была пятница. И что, думаю, все, у меня крепость силы есть. Я вот что, кушать не думаю. Мне уже это, я закончила, уже начинаю вторую выпечку. Делала выпечку это. Да, время уже было 12 час. У меня опять стеллаж. На стеллаже у меня опять просверт, этих, листочков стоит. Да. Ну и это, думаю, один уже подошел. Я уже закончила. Плитку включила. И этот поставил, поставила я этот листочек. И думаю, а уже 12 час. Думаю, пока 12 часов нету, 12 часов придет уже все. Двери нам закрыты, ни есть, ни пить. Думаю, хоть до 12 часов мне надо покушать. Села я вот так вот. Тут, вот как ты сидишь. Я села так. Тут у меня столик. Там никакой стенки нету. Все. Я сижу, кушаю. И чуть я немножко преклонила это. Приклон-то была. А потом он такой раз, разгибаюсь, а у меня стена. Вот. Но я подумала, что это от усталости мне показалось. А потом уже начинает у меня страх. Страх идет уже все. И чувствую, что на меня как чуть-чуть я, как на мне. Мне тут голос. Иисусу молитву. В борьбе с тобой, этот болитель. Я задал, Господи, Иисусу листер, Сыне Божий, помилу нас. И как чешуя с меня опять сходит. Я не придаю значения. Опять немножко это доело я все. И все это. А печки у меня стоит височек. И вы знаете, мне надо уже печь, а мне надо лечь. У меня внутри как камни лежат. У меня, я в просвернии. А тут у меня там притворчик. Окно у меня вот какое-то открытое. То есть, да, прихожка открытое, окно растворенное. А тут печка. И я посмотрела, еще листочку, надо еще 2-3 минуты. Думаю, дай, а у меня там топчанчик лежит. Думаю, дай я полежу немножко на топчанчике пока это. И боялась закрыть глаза. Думаю, ведь уже 12 час уже это, по 12-го уж я легла. А мне голос, закрой глаза. А я и прикрой глаза. Прикрыла глаза, и я отошла, ты всего земного. И иду я по лейке. А лейка такая красивая, кругом цветы, а пеня такой, пеня. И мне опять голос, обернись назад. Я обернулась, вижу, я лежу, и я иду. А я говорю, а как это так? Я лежу, и я иду. А тело твое, Господь, отнял душу. А что мне, Господь, почему мне на печке дочка моя умерла, в дыму задохнулась. И вот эта печка, она мне, это, хотелось, вот тут меня, в дыму опять, меня. А видишь, Господь-то душу-то отнял, взял, душа пошла, а тело лежит. И вот, когда я и шла по лейке, гляжу, стоит этот, это, домик, дворец, весь крестик и все, ага. Я туда захожу, там скамейка, сидят три женщины. И это, встали, я зашла туда. Они говорят, мать про свирь не пришла, сейчас будем молиться. И вот встали мы молиться, они меня заставили читать. Я читала, а книжку в руках не держала, а читала. И вот, что они, это, три часа, что-то, полтретьего я проснулась. И вот, что, полдвенадцатого легла, полтретьего проснулась. И за это время, они меня водили там, что показывали, и сказали, если сохранишь вот это, что вы, это, ты видела, что тебе сказано. Ты, у тебя, говорит, будешь, не будешь, говорит, нуждаться, кто б тебе, говорит, наставил. Ты не будешь читать, а в тебе будет читаться. Все это истина. И вот, знаете, когда я проснулась, темно, и я не пойму, в чем дело, чуть-то лампочку только видать, по дыму ходила, а дым не ощущала. Когда мне сказано, выйдь, открой форточки, открой двери. Я открыла, и я выхожу. Я вышла, я гляжу с моей просвертой, а просвер сгорит. Все, у меня еще есть просверочки для памяти оставила. Все вон уголечки. Я гляжу, и все вот, и да вспомнила, у меня же просвер там. А что ж, забежала я, я закрыла рот и нос, я не могла, и еле-еле выбежала. На мне все забилось, все забилось, и все тут открылось. Где ты была, а? И где? И кто-то пришла. Почему-то там дым не ощущала, потому что за гробным жизнью этим духом там переталась душа. А когда я вышла уже, дыхнула земного, я уже не могла зайти нормально. Вот тут-то мне еще было для утверждения, вот тут-то все это. А еще мне Господь вложил, вложил. Вот он, он, свидетель. Легла я, больше суток сплю, а он работал с таксистом. Ну, он приедет, видит, я лежу. Он придет поздно, уезжает рано, я лежу. Он не придал значения, что. А мне уже это, Господь положил, мне уже. Он тогда уже на второй день уже приходит, и опять лежу, когда он подошел ко мне, мама, мама, ну не будет-будет, а я ничего не реагирую. Он тогда сел на машину и в церковь. Пришел, а там уже вечером, а 40, только моя подруга Катерина там была, да, и он рассказал вот так, вот так. Мама же, как его, тоже лежит, да. Она пришла, пришла, и он говорит, я сейчас скорую помощь вызову. Он говорит, а она говорит, не надо, не надо, говорит, не бывает. Ну и что, он все-таки это. Он говорит, взял тебе, говорит, на руки и ходит, говорит, сам плачет, говорит, по залу. Мамонька, что с тобой случилось, мама, что случилось? А мама все успит. И все-таки он пошел, вызвал скорую помощь. Он вызвал, приехал врач, вот. И он меня стал укол делать. Катя это еще мне рассказывала, я же не знаю. Мою, это, мои души водят, а здесь тело мое колют. И вот все, Катя все говорит, не надо. И говорит, когда он тебя, говорит, вену нашел, когда он тебе набрал шприц, тебя разбудить-то, и он, говорит, когда, говорит, втыкал тебе где-то, у тебя, говорит, скрипело, как дерево, говорит, это. И он это не смог это делать. Потом она, говорит, я, Володя, где у нее, говорит, просверы и святая водичка? Он мне показал, говорит, он в тумбочке. Я, говорит, взяла, говорит, бокальчик, положила просверочку и водичку. Я, говорит, к тебе, говорит, подхожу. Я тебе ничего не сказала, ничего, говорит, А только, говорит, это, божечка, у тебя карту, а ты рот открыла. Приняла вот это, вот меня просверочка и разбудила. Я когда глянула, сидишь в белом халате, в чем дело? Я опять закрываю глаза, думаю, может быть, мне опять еще это будет. А уже все. Ага, он тогда, врач, открой глаза. Ну, я открыла уже все. Он меня в больницу забирать. Эй, нет, нет. Ну, потом это, все-таки забрали меня. Забрали меня, меня там капельницу делают и все это. А мне еще хуже и хуже и хуже. Я Володе говорю, приедет, Володя. Я говорю, Володя, принеси мне одежку, я убегу. Я говорю, я не могу, дядя, нет, нет. А он говорит, я с врачом, говорит, поговорю, можете врать. Он стал с врачом говорить, а врач говорит, расписку дашь, отпущу. А расписку не дашь, не отпущу. Ну, в общем, вот тут вот я не помню. Или расписку мы дали, но я пришла уже домой, уже в доме. Он мне уже тут, Володя, после этого, у меня тут, это, плохо мне было. Володя меня поднял. Он мне целую неделю кормил меня, что мать, сирая земля. Давала? Овощи, фрукты? А? Овощи, фрукты? Да. Свеклу, морковь. В общем, все. И картошку даже натирал. Все, все, все. Мне вот это вот. Целую неделю мне хлеба не давал. Вот тут он нанял, тут поднял. Ну, колу меня возил. Мне... Ну, все, подняли. В общем, мне когда отпустили врачи на инвалидность, мне было окодить и в гроб положить. Но потом уже вот это вот все. Бог, Господь, Бог мне дал все, крепость сил. В храм стало ходить, просверния стало печь. Все дал мне Господь. Давал мне еще для утверждения вот это все это. Открывал мне все это. Вот тут я и пошла. А теперь я вот сейчас сижу здесь вот. За перстепо потерялись. Ну, с Богом, конечно. А сколько лет вы уже здесь сидите, живете? Сообщения с людьми же я уже не имею. Ну, как? Мы уже здесь... В 99-м году мы приехали в Корчино. Вот. Мы там уже 10 лет были. А здесь мы уже сколько... Лена, сколько мы уже тут? 2009-го. Сейчас какой-то? А, ну, с утра. В 2012-го. В 2012-го. В 2014-го. 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 Когда я вспоминаю вот это все... А мне даже радостно. Это радостно. Как все для этого? А потом вот еще у меня была какая-то проблема. Свинью. В 2014-го. 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 Шушкой и все это. Эту прочитала. Матерь Божья Акафит прочитала. Ангер-хранителю прочитала. Все. Я рвела, просили это, оделась опять, все это, по форме, и все это. Иду, прихожу к ним. Он говорит, ты что пришла? Помогать? Сейчас свинью будем. Он говорит, вот такая еще история-то. Вот так. А потом вот еще вторая история. Батюшке надо было картошки. Мы рано посадили картошку, а у нее поздняя. Матерь говорит, у нас нет картошки, у нас крупная картошка еще. Я думаю, сейчас пойду. Два ведра взяла, сейчас накопаю, говорю, бачки и ведро, и себе накатать. Ну и иду, иду, иду. А Гришок-то мне поддал под ножку. И я бах-бах, с этими, с бедрами, с лопатой, и прям бах, и на лопату, и ребрышку. Я не подумала, что я ее поломала. Выпидала сюда вот, в живот. Вот. Думаю, ну что, боли-боли. А сама все иду, все смоли, и все, Господи, опять все это взяла. А, три поклона земных положила. Мать, Сырая Земля, прошу ради Христа, прости ради Христа, мои грехи тебе ударили. Меня как учили, когда, говорит, упадешь, всегда, говорит, три земной поклона земли, грехи мои тебя ударили. Три поклона земли положила, а самой колит, вот выпидал сюда и все. Я не поняла, что я поломаю. Потому что я вот тут Люда рассказываю, она говорит, ты, говорит, это ребрышко поломала. И я эти два ведра накопала, с болью, конечно. Эти два ведра я принесла, помыла все, батюшке отнесла эту картошку, все это свое рассыпала. Я захожу вот тут и все это. Я как в горчиках, наверное, что ли. И вот тут мне уже стало это. Хотела я лечь, а я не могу. Меня как кол туда все. Не лечь, не сесть, ничего. Я тогда кричу, Володя, и грелку нагрей. У меня все вроде скорая помощь, грелка. Может, ее чего-то, не знаю. Он нагрел мне грелку. А грелку надо было сюда вот ставить. А что, я вот так вот стою, вот так вон положил. А теперь, говорю, надо укутать, надо прижать все. Вот когда я прижала, косточку как гипс сделала, вот тут-то мне полегчило. Я грелку-то вот. Вот как все, Господь все, кто это давал-то все, Божий промол, все это да. И вот когда я вот укутала, все себе перевинула, вот тогда я могла лечь. Когда я полежала, все, ну, грелка уже остывает. Я тихонечко ее вытащила. А я взяла опять, это, притянула. Притянула ее еще сильно-сильно так это. Да. И вот тут еще, вот устал с Людой говорить. А Людой говорит, ты косточку поломала. Теперь, говорит, ты должна, как в гипсе быть. И вот это вот, ты, говорит, теперь долго будешь. А по милости Божьей, Господь, может, смесить, я, может, вот так вот поносила. Ну, тяжело, правда, было все это. Ну, это. И все, теперь, слава Богу, нет ничего. А теперь вот еще, что тебе сейчас пришло, мне еще это. Господи, это тоже, это. Для меня было это все, 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 все это делает. Да. Когда я в Чемкенте, перевернулся туда, я уже, это, с Володей, мы остались, Володей, это, был, это, на работе. А у нас картошку, мы же, это тут, вот, свои заготавливали. У нас маленький огородик. Все с магазина было. Ну, вот, узнала, что в магазине, это, а я из церкви пришла, узнала, что в магазин картошку привезли. Я в санки, а зимой, в санки взяла и в магазин. Мешок картошки я купила, положила на санки. А пока я тебя там вешала, туда, это, готовила, а санки пристыли, пристыли к этому-то. Да. Я положила. Ну, вот, вот, схвати их, дронула. А веревка борись, и я бах, и, и упала, и эту, руку поломала. Как, чё, я не могу уже, всё теперь. Зашла в магазин, говорю, а можно будет, я мешочек у вас оставлю, это, говорю, вот так вот так вот. А сын, я же вечером придёт. А они, говорю, разрешили. Ну, я попросила, там завезли этот мешок, магазин оставили, и я пошла домой. Пришла я домой, у меня рука уже вся как, палец распухли. Я пришла, раз пять, и крест, вот сюда положила, и вот опять опутала, туго-туго. Ага. А соседке взяла, дата скажи, а у неё телефон, она бах, да и возьми, скорую вызови. Вот она, прилетает скорая, я ничего не знаю, Валя, ты чё-чё ждём? А кажется, ты же руку поломал, ты посмотри, какая, как? А врач приходит, ну, ей руку надо развязывать. Я развязала, всё это ей показываю. Она мне вот как-то гнёт, а мне больно, я говорю, нет, а мне больно, я не говорю, скажет, скажет, что поломала. Она опять же мне вот, нет, нет, ну, мы тебя заберём. Не пойду, я говорю, худо будет, я сама приеду туда, приеду сама. Она уехала, я опять так вот повязала, опять замотала, замотала всё и поехала в церковь. Поехала в церковь, ну, чё, думай, как? А как раз, это, к родительскими на эту, было петь, много надо было. Пойду к батюшке петь, а батюшка при церкви живёт, и говорю, пускай, печь, где хочет, берёт просвер, покупает, там, в соборе, или как, ага, а рука, пальцы распухли, да. Батюшка, вот так, вот так, а он мне говорит, может быть, может быть, как-нибудь, я говорю, да, я не знаю, ну, как, а сама ещё в церковь, свою просверню не заходила, ага, я говорю, я не знаю, говорю, это, ну, и чё, когда я нашла, в это, открыла, зашла я в просверню, вот, верите, не верите, если веры нету, не поверьте, вера есть, поверьте, а мне голос, не уйдёшь, а крепкую руку спасителя найдёшь, вот это мне были, вот эти слова, и всё, я тогда, батюшки, говорю, батюшка, а может быть, ты Матрёну мне дашь, говорю, Матрёну покойницу, она уже сейчас, помогать, он говорит, ну, ладно, а Матрёну у него, это, кадилу разжигала, у него не было этого, ну, и чё, ладно, я по-быстрому, поставила, всё, мне какой-то, это, энергии поднялись, и всё это, ну, уже на руку не смотрю, да, ну, и чё, тесто поставил, мне всё это, тесто уже быстро подошло, а Матрёна должна быть прийти, и я уже, без Матрёны, листок наделала, было тяжело мне, ну, это так мне помогало, а я всё, вот, одной рукой, как можно, просили, думаю, как я буду одной рукой, а с милостью Божьей, всё можно, без Бога нельзя, а с Богом всё можно, и вот это всё, я вот, тресточек сделала, вот для меня, вот это всё, вот, как раз, живая история для меня, всё-таки была, да, и я тогда, это, тогда было мне плохо, когда я на мочу, вот, выжимать, надо влажные накидывать, вот тут тогда, с этого, вода, слез, слеза, у меня, сильно больно было выжимать тряпочку, мне вот это, ага, и я это всё сделала, два лисочка, Матрёна пришла, и стучится, я говорю, Матрёна, я уже сделала, и вот знаете, если бы Матрёна была бы со мной, то бы я сказала, слава Богу, да, Матрёнушка мне помогла, да, я бы так, но вот видите, вот до Матрёны, я уже, Господь мне всё это помог, всё сделали, и вот тут для меня, вот этот, так что с моей рукой было потом делалось, с неё пламя было, это, вот прям как огненное ещё, я этой рукой ходила, и благословляла по всём это, вот тут правильно, говорит, не уйдёшь, а Хриц, спасителю руку крепко, и найдёшь, вот это вот, вот для меня вот и живая история, вот это всё осталось, вспоминания у меня, и вот это вот, вот этим я всё, что вот я прошла, вот это, что мне Господь открывал, вот это мне всё оживляет, вот на этом, наверное, всё, наверное, что? Ну, вот ещё такой вопрос, какое бы увещание, или наставление, нам, молодым, сказали бы, внукам? На кассу? На кассу, да, на кассу, не забывать Бога, а как? Вот только имя, а что я ему, только говорю, смотри, старайся, старайся, будешь стараться к Богу, Господь даст тебе знание, я ему это часто, это что говорю? Только надо к Богу, только надо к Богу, ну, смотри, а как, 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 и, а тем, а тем, а тем-то, что я, и писала, и я им, и всё, и всё, и пишу, а Марина, Марина, как она же пишет, как она нас обличает, как она нас поучает, она всё батюшки только забывает, всё, а теперь, что ж, я уж никому сейчас ничего, ни имени уже не пишу, а как было всё, а с этим я сейчас только говорю, смотри, смотри, чтобы стражаний у тебя нет, не пускай, чтобы отец, когда он сидит вот с этим вот тут, говорю, и мы сейчас опять всё, смотри, оставляй место для моления, он сидит, и сидит с этим этим, всё, конечно, да, а чё, много тоже говорит, а оттолкнёшь себя, и в другой раз и скажешь, может, я обижаюсь, а ты опять ему вталкиваешь, опять говоришь ему, да, чтобы добиться, говорит, своего старания, надо много-много Богу потрудиться, да, пока тогда, а Богу надо, ну, ещё чё, кому чё не ясно. я не просто, тебе не да, не твёр,